Звучил Зози. Если вы хотите получать эксклюзивный контент и иметь ранний доступ к новым роликам, то подписывайтесь на мой канал Бусти. Там вы сможете получить вкусняшки, которые не выйдут на Ютубе. Также подписывайтесь на Телеграм, группу ВКонтакте и второй канал Вайфу в голове с озвучками фанфиков по BTS и не только. Канал Строго 18+, и для тех, кто любит аудиокнижки. И не забываем оставлять лайк и комментарий, потому что это помогает развитию канала. А когда лайков мало и комментариев мало, мне становится грустно. Поэтому подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки в описании. Колдс Блю Рум. Однажды РМ присоединился к Колду в комнате, похожей на океан. Присоединившийся ко мне в песне Don't Ever Say La Me. РМ, он же Нам Джон. Рад вас видеть. Приветствую вас. С вами РМ из BTS. Да, моя заглавная песня Don't Ever Say La Me. И я позвал Нам Джона, чтобы встретиться с ним. Я хочу взять краткое интервью у него. Через песню Don't Ever Say La Me. Есть ли чувства или послания, которые ты хотел передать? Я дружу с Колдом где-то с 2016 года. Да. Думаю, многие не знали об этом. Мы не только друзья одного возраста, но поскольку мы делаем музыку вместе, мы всегда были на одной и той же временной шкале. даже с точки зрения последней песни. Мы писали ее вместе, основываясь на наших общих чувствах и эмоциях, и также на опыте. Верно. Это песня двухлетней давности. Верно. Я впервые ее исполнил два года назад. У нас была тогда хорошая встреча. И тогда Колд сказал мне, что песня была о единственной ненависти. Чем я согласен. Именно существование этой песни позволило нам снова говорить о любви. Я не совсем точно пытался выразить ощущение того, что меня бесконечно тянет на дно. Скорее, это вышло естественным образом. Это правда. Когда я услышал партию Намджуна, я тут же позвонил ему и закричал в трубку от восторга. Просто закричал в голос, когда услышал песню. Что меня глубоко тронуло, так это то, что я слышал предыдущую версию этой песни. И я не могу ее точно вспомнить, потому что память ее редактирует. Но было приятно, что она стала более минималистичной, чем раньше. И поскольку соответствовала моим временным рамкам и ситуации, было очень приятно выкладываться на 500% подлинности и искренности и вкладывать это в различные эмоции. Это еще один глубокий вопрос. Сколько этот альбом был посвящен теме любви? Я хотел бы спросить тебя, как друга? Особенно потому, что у нас очень схожий со мной образ мысли. Что заставляет нас петь о любви и быть влюбленными? Месяц или два назад я разговаривал с близким старшим музыкантом. И мы на самом деле говорили, почему любовь необходима? Почему мы запрограммированы на постоянную любовь? Поэтому у нас был очень долгий разговор о том, почему эмоция любви – это огромная необходимость. Даже если мы говорили о «никогда не говори мне люблю», мы все равно все еще мечтаем о людях. Да, мы живем ради нее. Мы мечтаем о ней. То, что побуждает нас любить – это просто то, что находится в нас, я бы сказал. И мы не можем отрицать того, что это уже есть в нас. Это как цветы. Они просто существуют. И любовь такая же. Она просто существует в нас. Да. На самом деле в корейском слова «любовь» и «люди», а также «лав» и «лив» имеют одну различную букву в написании. И я верю, что между ними существует очевидная фундаментальная связь. Это как мы не можем отрицать, что есть просто трава и цветы. И то, что помогает нам любить, и это приятно, что это есть. И поскольку мы живем в социальном мире, стало очень легко выражать эмоции ненависти и презрения. Я думаю, что это отвратительно видеть кого-то, кто имеет столько ненависти к кому-то другому. В смысле? Конечно, мы можем говорить о печали и ненависти, но в конце концов говорить о любви – это добродетель. Верно. И я так считаю. Согласен. Любовь велика. Именно поэтому мы думаем, что будем продолжать петь или бурно. Да. Это также очень похоже на меня, поскольку я продолжаю заниматься музыкой. Я постоянно задаюсь вопросом, что должно быть в моем сердце, поскольку я продолжаю ей заниматься. И это то, о чем думают музыканты 24 на 7. Когда я задал себе этот вопрос, я понял, что любовь – это самое важное для меня. Это очень примитивная эмоция и тема. Но если мы будем продолжать говорить о любви, то это заставит людей осознать ее еще раз и сознательно подумать о ней хотя бы раз. И я думаю, что, как у музыкантов, у нас это определенно получилось. Причина, по которой мы стали друзьями и близкими, в том, что мы работаем в одной отрасли, конечно же. Но также потому, что мы похожи на эмоциональном уровне. Вот почему время летит так быстро, когда говоришь с Нам Джуном. Мы много времени проводили вместе, когда увидишься, верно? Можешь ли ты порекомендовать несколько песен о любви, которые приходят тебе на ум? Например, мелодия любви из юности, или то, что ты любишь петь в караоке. О, в караоке. Что угодно. Любовь. Прямо сейчас, когда я думаю о слове «любовь», первая песня, которая приходит на ум, это «Earth Wind and Fire». Это прекрасная песня о любви. А еще Джордж Майкл. Первые песни, приходящие на ум. Но на самом деле, так много песен о любви, если честно. Думаю, кто-нибудь найдет данные об этом. Но в половине песен текст зачастую о любви. Будь то любовь к другу и так далее. А что касается мелодий, у всех есть похожие песни о любви. Например, «Динамик Ду», «Эпик Хай» и другие. Поскольку я не был звездным певцом, я пел ради смеха для друзей. «Brow Nice». О, я бы послушал, как ты поешь. Еще Бак Хён Чин. Я пел, чтобы рассмешить друзей. Это было убийственно. Вовсе нет. Я бы не читал рэп, если бы умел петь. В любом случае, спасибо за твои ответы. Теперь давай послушаем, как у тебя идут дела в последнее время. В последнее время я занимаюсь только музыкой. О, делаю что-то, чего нам ждать. Ну, думаю, она будет выпущена в ближайшее время. И в последнее время я активно работаю над проектами с различными новыми музыкантами, включая Колда. Я не знаю, когда точно выпущу, но буду признателен за поддержку. Будем ждать. Как поживаешь, Колд? Я? Ну, я только что выпустил альбом. И планирую вскоре открыть клуб. Также, я думаю, я проведу напряженные дни с фанатами, делая то и это. Звучит здорово. Да, это верно. Мы еще с вами увидимся в другой раз. Спасибо. Спасибо тебе. Озвучил Зозя. Зозя. Озвучка фанфиков по BTS и не только. Подписывайся и слушай качественную озвучку. А также не забывай подписываться на паблик ВКонтакте. На случай, если Ютуб сблокирует, контент будет публиковаться там. Также не забывайте оставлять лайки, комментарии и подписывайтесь на канал. Озвучка Зозя.